Телеканал КРТ представляет И не расследует показания В данный момент еще свидетельские показания Жвани Потому что он читает суфлера Глазки его бегают, это все видят Он не дает определенную эмоцию Он же это пережил Мы с Андреем до эфира обсуждали с Гожем Он говорит, если человек это пережил Если человек действительно участвовал во всех группировках Действительно совершал преступление за преступлением А сейчас сидит и через суфлера читает Пережитое им и выглядит не как Он выглядит как Ленин из Мавзолея Извините, конечно Из закона о декоммунизации я все понимаю Но это реально Ленин только оживший немножко Глазки бегают, эмоций никаких Поэтому все прекрасно понимают, кто такое Жвани Что у него, его биографию Также многие могут узнать Уточнить, с кем он был, в какие кабинеты он был вхож Очевидно, что с 91-го года Практически весь политический бомонд Коррумпирован и друг с другом связан Вопрос в другом В какой форме смешной Я бы сказал Обесценивающей это делает Жвани Это раз Второе Есть ли к Жвани вообще хоть какое-либо доверие Это два И третий момент Ребят, что он нам говорит? Что Жвания говорит такого Чего Дима, Андрей, Виктория не знала Вот скажите мне хотя бы один факт Мы может и знаем Но мы же не участвовали в этих преступных схемах А он участвовал Так человек может самооговорить себя Для привлечения к себе определенного внимания С точки зрения пиара Согласен с Геннадием Что данное видеообращение Не несут вообще в себе никакой А юридической сути Потому что, ну смотрите Вот просто отвлечемся от Жвания Вот есть Дмитрий Василец Есть на миротворцы Есть Сейчас он включает запись И говорит Я молчал пять лет Мы с Путиным пять лет назад отбирали Крым Я участвовал Я носил деньги в кое-какое посольство Называется на СЧА И давал туда деньги Вы понимаете? Допросите меня по этому вопросу Я все дам Почему Жвания молчал пять лет? Хороший вопрос А теперь поменялась власть Которой он не нужен И которой он хочет быть полезен Чтобы быть полезным этой власти Он решил топить их конкурента Петра Алексеевича Порошенко Но суть в том Что он и власти Зеленского не нужен Поэтому они не хотят его пиарить И делать его вот таким вот Мейнстримным борцом с Порошенко И правильно вы сказали Чего мы не знали Вот сейчас сидит заплывший Поздний Брежнев И рассказывает про то Что Майдан был госпереворотом Серьезно Не может быть Не может быть Что там деньги были Правда В Конституции Деньги носили В какой-то Да, серьезно То есть он просто никому уже не нужен И вот эта его попытка Дешевого пиара И быть нужным Да, и быть нужным Не нужна ни Зеленскому Ни Порошенко Поэтому он будет продолжать Вот это вещать А самое главное У славянского человека На подсознании Что предатель всегда предаст Дважды И правильно ты сказал По поводу Зеленского Они на него смотрят Как на клоуна На шута Они его сделали Как информационную бомбу Для отвлечения внимания Дальше пилят Приватизируют И все остальное Продолжают политику Порошенко А выхлопа юридического никакого Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok